Всем привет! В прошлом видео мы сделали первый роут, роут-логин для авторизации, но есть одна проблема. После того, как мы ввели данные и успешно авторизовались, здесь ничего не поменялось. Сделаем так, чтобы здесь что-нибудь отображалось другое, а не поля ввода. Чтобы понять, злогинин ли пользователь, воспользуемся useSlector. С помощью него из state достанем access-token, и если он есть, здесь надо поставить два двоеточия, чтобы преобразовалось в булево. И если он есть, то так мы получим переменную из lockdain. Если пользователь залогинен, то отображаем надпись «Вы успешно залогинены», иначе отображаем форму входа. Попробуем теперь залогиниться, введем admin-admin. И вот, пишется «Вы успешно авторизовались». Этот пункт мы поправили. После авторизации у нас должна становиться доступна внутренняя страница. Мы должны мочь на нее взойти. Для этого добавим шапку со ссылками, по которой мы можем переходить. Чтобы у нас появилось меню навигации, создадим шапку header, в которой будут и нужны нам ссылки. Я уже набрал код, сейчас его объясню. В компонентах создаем header и размещаем его внутри роутера, над всеми роутами. То есть, в случае, если роуты меняются, шапка должна оставаться на месте. Код хедера тут самый простой. Это список с двумя ссылками. Одна ведет на главную страницу, и одна ведет на страничку дашборда. Эта менюшка вот уже появилась. Если перейти на дашборд, то перекинет на внутреннюю страничку дашборда. Если перейти на main, то на главную. Как видим, сейчас проблема в том, что даже если пользователь не авторизован, то на внутреннюю страничку переходить можно. Надо это исправить. Начнем с простого. Определим, залогинен ли пользователь. Если пользователь авторизован, то только в этом случае мы будем показывать ссылку на страничку дашборд. Как видим, сейчас ее в шапке нет. Попробуем авторизоваться. Вводим admin. Admin. И авторизация прошла успешно. И ссылка на страничку дашборд появилась. Теперь мы можем туда перейти. Но есть одна проблема. Обновим все с самого начала. Даже если пользователь не авторизован, то по прямой ссылке он туда все равно может зайти. Сейчас нам это надо поправить. Чтобы защитить роут из стора, достанем также access token в компоненте, проверим, авторизованный ли пользователь. И с помощью этого можно сделать роут защищенным. Если пользователь авторизован, то показываем внутреннюю страничку дашборд. Если нет, то отправляем его обратно на главную. Проверим. Сейчас мы разлогинены. Пробуем зайти на страничку дашборда, на внутреннюю. И на нее зайти не получается. Мы сразу редиректимся на внутреннюю обратно. Чтобы это видео получилось не слишком коротким, сделаем еще второй роут из четырех. Это роут логаута. После логина мы должны выполнить и логаут. На главной страничке main информацию о том, что пользователь авторизовался, вынесем в отдельную рендер-функцию, рендер-профиль. Здесь также напишем, что пользователь успешно авторизовался. И покажем кнопку, которая пока ничего делает. Это кнопка логаута. Проверим, как она будет выглядеть. Здесь пишем admin. Password admin. И вот надпись, вы успешно авторизовались. И кнопка логаута пока, которая ничего не делает. Нам нужно будет написать для нее функцию. С одной стороны, чтобы разлогиниться, достаточно удалить на фронте access token. Но у нас еще есть и refresh token, который тоже по-хорошему надо удалять из cookie. И поскольку у нас кук с флагом http only, ее может удалить только сервер. Поэтому сделаем запрос на сервер, в котором сервер нам удалит эту куку. Чтобы разлогиниться, нам нужно задиспатчить action logout user. Диспатч мы берем с помощью функции useAppDispatch. Она есть в story. Мы ее раньше уже написали. Диспатчем logout user. Logout user мы создадим в action creator. Вот так выглядит функция логаута. В ней мы пишем блок trycatch. В try отправляем запрос на apiout logout. Если все прошло успешно, то диспатчем logout user. И с помощью объекта history мы пушим пользователя на главную страничку. В случае ошибки вводим ошибку. Откуда нам взять history? Создадим папку с утилитами. И здесь создадим файл history.ts. History мы... Сначала мы импортируем create-browser history из history. Объект history будет... Библиотека history будет доступна с установкой реактора Утердома. С помощью create-browser history создаем объект истории. И с помощью него можно пушить пользователя куда угодно. В данном случае мы пушим на главную страничку. Ранее у нас еще не было написано api для logout на стороне фронт-энда. И оно пишется достаточно просто. Здесь мы с помощью axios instance отправляем запрос get на logout. Здесь endpoint logout у нас уже ранее был описан. И на этом фронт-энда закончен. Теперь на стороне backend надо сделать endpoint logout и все будет готово. Сейчас в случае если мы отправим в logout, то будет 404 ошибка, потому что такого endpoint пока не существует. Напишем на экспресс-сервере функцию logout. Она получилась небольшой, меньше 10 строк. Для rot logout мы устанавливаем в хайдере куку, также refresh token, но здесь мы устанавливали сам refresh token, здесь мы устанавливаем пустую строку. Здесь мы устанавливали время жизни, там уже не помню сколько было, где-то 1 час. Да, 1 час. В случае logout мы устанавливаем время жизни 0, чтобы куку сразу просрочилась. И отправляем все это со статусом 200. Проверим, как все это работает. Это наша фронт-энда часть, пишем здесь admin-admin, чтобы залогиниться. Мы залогинились. Отзакрываем все окошки от хрома и нажимаем logout. Мы разлагинились. Пробуем перейти обратно в наш дашборд. Мы точно разлагинены. Можно еще посмотреть по кукам в разделе application. До логина они у нас пустые. Сейчас залогинимся. Мы залогинитесь. И у нас появился кук refresh token. У нее стоит время жизни, ее размер. Стоит флажок htp only, чтобы JavaScript до нее не дотянулся. И в случае логаута она удаляется сервером. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok